Говоря о теплых отношениях, сегодня между Израилем и Россией нельзя не вспомнить, что совсем недавно, во времена Холодной войны, об этом можно было только мечтать. Израиль всегда считался союзником США на Ближнем Востоке, а Советский Союз традиционно поддерживал арабские режимы. На этой неделе о событиях 30-летней давности, когда в Исландском реке Явике был подписан договор между Советским Союзом и Соединенными Штатами, об ограничении производства наступательных вооружений вспоминали в Амстердаме. Съемочная группа программы «Израиль за неделю» была приглашена на конференцию Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы под названием «Рек Явик. 30 лет спустя. Уроки прошлого и ближайшие задачи». Конференция Международного Люксембургского форума собрала не только свидетелей исторической встречи в столице Исландии в 1986 году, но и ведущих современных специалистов в области ядерной безопасности. В своем обращении к участникам конференции президент СССР Михаил Горбачев сравнил текущую политическую ситуацию с событиями 30-летней давности, подчеркнув, что приоткрытое в реке Явике окно в безъядерный мир на наших глазах захлопывается. Сегодня, по мнению Горбачева, есть опасность возвращения к временам Холодной войны. На форуме выступили эксперты из разных стран, включая бывшего министра обороны США Уильяма Перри. А президент Международного Люксембургского форума Вячеслав Кантер заявил, что сложившаяся ситуация требует от политических лидеров незамедлительных действий. У лидеров двух стран, на мой взгляд, нету просто другой альтернативы, кроме того, как садиться и вести переговоры. Задача НЖО, неправительственных организаций, таким, каким является Международный Люксембургский форум, заключается в том, чтобы предложить лидерам государств такой формат взаимодействия, чтобы им было удобно продолжать диалог, несмотря на огромные проблемы, понимая, прежде всего, что проблемы глобальной безопасности всего мира, это, прежде всего, направлено на решение безопасности их национальных и удовлетворение их национальных интересов. После короткого перерыва о предстоящих изменениях в израильском семейном праве.